Музыка Знаете, когда мы смотрим на все творения Божьи, на каждый цветочек, на каждый кустик, на птичку, на бабочку, на что угодно, на космос, на звезды, что вы видите? Любовь. Вы знаете, мы видим любовь. Это все любовь Бога. Все, что Он создавал, Он создавал в любви. Все, что Он создавал, Он создавал любовью. И все, что Он создавал, создавал для любви. Это все Его любовь. И для нас, любовь. Но чтобы вот это все продолжало существовать, Его любовь дала законы. если бы убрать законы потому что сказали они очень строгие они не нужны что было бы с этим миром весь разрушился бы превратился в абсолютный хаос ничего бы не сохранилось так выходит что любовь это законы Божьи выходит все что Бог говорит как закон или заповеди это его любовь но ведь они строгие не делай не бери не положи не иди приходи это все притесняет но если это все убрать это будет разрушение понимаете все законы Бога это его любовь нам тяжело это воспринимать как любовь человек не хочет но это его любовь вы посмотрите что сказал Моисей однажды избери жизнь чтобы жил ты и потомство твое и как они должны были избрать жизнь избрать заповеди избрать заповеди и когда они не исполняли заповеди с ними происходило кошмар приходили к ним проклятия так оказывается это была любовь когда Бог сказал не делай как мы не любим когда нам говорят не делай когда Бог нас обличает мы не хотим понимать что это любовь любовь так бывает разе такой обличительной такой строгой но это и есть любовь когда мы любим своих детей мы их воспитываем правда мы их учим бываем строгими может быть дети обижаются расстраиваются но это и есть любовь понимаете но человечество за любовь не хочет такое принимать больше всего она любит когда угождают ей плоти душе доходит до безумия когда слышат голос Божий закрывают уши или ожесточаются смотрите как говорит Иисус про Иоанна Крестителя кто из вас верит что Иоанна Крестителя Бог послал потому что это любовь это любовь послала Иоанна Крестителя чтобы приготовить народ чтобы смысл принять Иисуса Христа с благой вестью но они сказали в нем бес в нем бес почему? а потому что сошла любовь сошла любовь которая что хочет? хочет привести всех в состояние праведности любовь всегда хочет привести в состояние праведности как по-вашему почему? а потому что ничто нечистое не войдет в небеса? значит только не любовь может не обличать потому что ей все равно гибнешь ты или нет это не пуля это только любовь хочет чтобы ты был хороший это только любовь беспокоится о тебе если видишь что ты упал это любовь плачет о тебе когда видишь что ты согрешаешь когда ты отступаешь когда ты отходишь это только любовь подходит к тебе и говорит ты падаешь, брат, сестра вернись, не делай этого любовь бывает очень строгая потому что она тебя любит но как человек не хочет принимать это за любовь далеко не всем открыто что такое любовь Христа в основном хотят понимать так милость, благодать ласковые слова по душе но какое вы дадите определение любви как вы ее определите что вы скажете что такое любовь в вашем понятии я согласна любовь, милость, благодать ласковые слова, жертвенность но это должно быть вовремя вы знаете, что ласковые слова может говорить сатана он может так обласкать чтобы твоя бдительность уснула и чтобы ты погиб он может говорить тебе так ласково, таким нежным голосом на погибель тебе дальше благодать делай что хочешь благодать за все уплачено бери в этом мире что хочешь Иисус за все заплатил и где ты окажешься под конец благодать это не та благодать благодать это цена крови это цена Иисуса страданий можно творить якобы благодать тебе на погибель жертвенность мы знаем что есть жертвенность без любви об этом написано даже Коринфлином 1 Коринфлином 13.3 где говорится можно себя на сожжение отдать любви не имею смысл в такой жертвенности эгоизм оказывается эгоизм это вовсе не любовь ко Христу Божья любовь этого вообще не требует тогда что такое любовь любовь всегда ищет то что тебе будет хорошо любовь всегда ищет то что было бы тебе полезно пользу другому вот что такое любовь апостол Иоанн говорит что они поверили в любовь они встретились с Иисусом и поверили в любовь и поверили в любовь Бога почему поверили он говорил все время этого не делай то нельзя но они поверили в любовь потому что он жил для них он свою жизнь отдал это и есть любовь и они уверовали в нее любовь которую явил Господь и те которые пребывают вот в такой любви они пребывают Бог и Бог в них но представляете сейчас если бы здесь оказался живой Иисус Христос всех бы он погладил по головочке всем бы он сказал молодцы продолжайте ребята в таком же духе или его одно присутствие уже обличило бы нас одно его присутствие вспомните как он сказал фарисеям кто из вас без греха первый брось камень он не указал ты, ты и ты а остальное сказал Дух Святой это любовь она обличила она показала наготу если нет любви Божьей ты слеп любовь Божья делает зрячими нас понимаете но в этом мире понимает другую любовь в этом мире душевную любовь принимает ну вы знаете говорится что если ты принял Божью любовь внутри имеешь ее ты в Боге он в тебе и только тогда ты поступаешь так как он только тогда как возможно поступать как Бог это что написано просто так оказывается возможно если ты внутри имеешь Бога то ты знаешь его намерение его желание ты будешь поступать так как он потому что любовь будет поступать Бог открывает кому написано любящим меня любящим Господа даются знания от Господа вы понимаете как интересно любовь открывает то что в сердце у Бога и тогда ты знаешь что Бог хочет сказать сейчас и что хочет Бог сделать потому что Он дает тебе свое сердце открытое конечно ты будешь поступать как Он поэтому Иисус говорил только так как хочет Отец только то что хочет Отец любовь поступал только так только так как хочет Отец потому что Он знал внутри него Отец внутри него была любовь он сам любовь он спустился это любовь отца к нам пришла и как сказал Павел как проповедовать если они будут посланы знаете почему потому что кого посылает Бог Он дает любовь как Он сказал если помните Петру если любишь меня паси овец моих если не любишь ты взял палку ты будешь бить или ты будешь равнодушен среднее не дано но если ты любишь паси овец только тогда Бог тебе доверяет потому что Он тогда через тебя будет это делать там будет и жезл и посох и направлять и указывать потому что это любовь не воспринимайте за любовь то что мир предлагает это на погибель но то что дает Господь то что открывает Бог как Он ведет как Он обличает Он хочет вас видеть рядом с собой меня приходилось слышать нет любви у пастора нет любви у служителей в церкви нет любви а почему да потому что есть обличение да потому что не то хотят слышать что нужно потому потому что хотят оставаться в своем а Господь хочет совершить церковь свою а Господь хочет привести всех во святость свою Он хочет прийти сюда и покрыть всех своей любовью своей милостью своей благодатью строгость любви она к беззаконию любовь она строга к беззаконию к непослушанию к бесчинству она не может любить все это она строга к этому потому что это все в небо не войдет кто не познал любовь Бога он не может понять что это любовь не воспринимает это как любовь но тот который познал Господа у него трепещет все внутри от его присутствия даже когда Бог обличает это вызывает у тебя только умиление ты говоришь спасибо Господь что ты сказал мне это что ты открыл потому что ты любишь меня но те которые не познали этой любви они не имеют ее и за любовь принимают только потакание за любовь принимают то что в этом мире говорят что ушком приятно слышат но это все ведет к погибель Божья любовь сошла на землю для того чтобы нас привести к себе но не для того чтобы удовлетворить эгоизм не за этим Иисус Христос был распят но для того чтобы ты был с Ним мы знаем что туда ничто нечистое не обойдет следовательно любовь будет очищать она будет нас очищать освящать обрезать как он говорит будет обрезать веточки все сухие негодные запомните любовь ищет пользы нам Божья любовь ищет пользы нам если чья любовь ищет пользы себе это уже не любовь давайте рассмотрим несколько примеров от Иоанна Крестителя, к примеру. Let's have a look at a few examples. John the Baptist, for example. Кто из вас верит, что Иоанн Креститель имел любовь к Богу? Может, он ее не познал? Если послушать, как он говорил, то люди сказали, в нем бес. Но посмотрите, как он жил. Let's have a look at how he lived. Он оставил все. Молодым парнишкой. Он оставил все. Пошел в пустыню. А как насчет удовольствия? Молодость проходит. Столько радостей вокруг. Веселись. Гуляй. Отдыхай. Развлекайся. Бей с небой. Все оставил. И пошел в пустыню. И провел всю молодость там. Мало того, все кушали вкусно. А он что ел? Гориды и дикий мед. Это не один год было. Не один год. Но когда он пришел, сказали в нем бес. Почему? Он пришел весь в любви Божьей. И когда он видел лицемерие и лукавство. И когда он видел лицемерие и лукавство. Он обличил. Посмотрите, как он говорил. Давайте я вам зачитаю это место. Лука 3, 7-9. Иоанн, приходившему креститься от Него народу, говорил. По рождении хитнины. Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния. Не думайте говорить о себе. Отец у нас Авраам. Ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Это любовь. Это любовь. Любовь. Это любовь. Это любовь. Он увидел, что происходит в народе. Он видит, что секира уже хочет подсечь их. И ждать погибель. Как по-вашему, любовь будет смотреть равнодушно? Или будет говорить, ничего, лишь бы тебе понравится. Это не проблема, только если вы享受ите время. Ведь можно говорить так, чтобы нравиться. Ведь отсюда я могу говорить сладкие слова для вас. Чтобы вам нравиться. Ой, как хорошо, я вам нравлюсь. Вы меня любите, все хорошо. А потом предстанем пред Господь. И что? И что потом? What happens then? Иоанн не мог так поступить. Джон could not do that. Он видел картину, что происходит. Он говорит, в данный момент вы порождение хитили. Вы куда бежди? Искренне покайтесь. Мои хорошие, это любовь. Ее не узнают, но это любовь. Как Иисус о нем говорил. Он говорит, это ангел. Вы вспомните, Он сказал, что если хотите знать, это Илья. То есть дух Ильи на нем. А как Илья пришел, когда поступил? Как Он возвращал народ? Какую строгость Илья проявил? Помните? И это была тоже любовь. Любовь, она бывает строгая. Но вы знаете, что Иоанна Крестителя, Господь говорит, Он что делал? Благовествовал. Разве это благовестие? Мои хорошие, благовестие. Написано, многое другое благовествовало народу. Пробучая Его. А как принимает народ сегодня благовестие? Только по головочке, да? Вот это благовестие. А другое, пожалуйста, не проповедуйте. Мои хорошие, это и есть благовестие. Благая весть, что вы можете получить спасение, если оставите ваши грехи, если оставите то, что не может войти в небеса. А как сегодняшнее христианство? Любит такое благовестие? Не очень, правда? Но Иисус говорил об Иоанне. Это ангел. И что он сказал? Что выше него на небе нету. То есть, извините, на небесах выше него есть, на земле нет пророка выше Иоанна. Его жизнь вся была совершенной в любви. Это была совершенная любовь в нем. Он в совершенной любви пришел. Он посвятил себя, отдал себя мир. Понимаете? Он не жил для себя вообще. Мы все время говорим об Иисусе, что он не жил для себя. Да, но Иоанн тоже не жил. Что он делал для себя лично? Скажите, что вы прочли, что вы увидели. Его жизнь была посвященной. Это Агапы. Она выразилась в его жизни. Бог посылал его предшественником своего сына. Но он все время обличал. Обличал народ, обличал Ирода. Любовь всегда будет призывать к окружающим обращаться. Оставьте. Оставьте грехи. Покайтесь. Придите. Пойдем за Господом. Все это временно. Все пройдет. Останется только одно ценное. Это любовь внутри вас. То, что поднимется на небеса. Тот, кто имеет любовь к Божью, он угадывает ее. Он узнает, понимаете? Потому что оно родное. Потому что ты внутри имеешь те же чувствования. Те, которые имеют любовь к Божьей, они имеют те же чувствования внутри. Их ничего не оскорбит, если это говорит Дух Божий. Потому что внутри они это тоже слышат. А кто не слышит? А кто жесточает свое сердце? Есть ли в тех любовь? Мои дорогие, нету. Получается, что нету. И то, что Иоанн Креститель так говорил, в строгости такой говорил, он был послан приготовить народ. Приготовить народ к тому, что придет Иисус. Приготовить народ к тому, что придет Иисус. И говорили, Отец у нас Авраам. Не говорите так. Не говорите так. То есть, не уповайте на то, чего вам не принадлежит по поведению. Бог поведен. Не стоит считать себя верующим. Если твоя жизнь этому не соответствует. Если ты по-прежнему творишь беззаконие. Какой отец у тебя Авраам? Не, мои дорогие. Дети Авраама они любят Бога. Они посвящены Господу. Душевная любовь она похотливая. Она никаким образом не может быть жертвенной. Не может любить так Бога, чтобы любить ближних своих. Не думая о себе. Не ища своего. А ища пользы другому. Пользы другому. Как она прекрасна. Любовь Бога просто прекрасна. Мне бы так хотелось, чтобы вся церковь была наполнена этой любовью. И вот Бог посылает свою любовь снова и снова. В Слове Своем, в Духе Своем посылает, кричит к церкви. Иоанн кричал. Зачем? Он высвобождал уши верующие. Как Он приготовлял народ Божий? Он высвобождал уши. То, что сегодня происходит, это высвобождение ушей наших. Народ услышьте, Господь идет. Приготовьтесь, потому что Господь идет. Дух кричит. Небес Того пьет. Приготовься, народ. Если души Твои не будут готовы, ты не узнаешь Господа. Он придет, а ты не узнаешь Господа. Потому что далеко от истины отошел народ. Даже голодный народ отошел, понимаете? Поэтому Он был призван призвать снова на правильный пути. и гордость появилась. Об Иоанне говорится, что горы должны опуститься, понизиться. Он пришел, чтобы сокрушить всякую гордость. Сегодня тот же самый Дух. Гордая, понисься, понисься. Сегодня Дух хочет, чтобы понизились, потому что только долы наполнятся, понимаете? когда Он обличал, что Он хотел? Чтобы кривизны выпрямились. И сегодня тот же самый Дух говорит, чтобы кривизны выпрямились, чтобы стали прямыми наши пути. А что за кривизны? Лукавство, лицемерие, не может оно встретить Господа. Не может оно войти в Царство Божье, понимаете? поэтому Он говорил, Он вопиял, покайтесь, принесите достойный плод покаяния. Но реакция была разная. Некоторый народ пошел, честно, покрестился, приготовился, а кто-то ожесточился, и пошли слухи, да в нем бес. Так разговаривает, так кричит на народ. Да в нем бес. Понимаете? Потому что не приняли, ожесточили сердца. Почему и сказано, когда услышите глаз Божий, не ожесточите свои сердечки. Не скажите, да это бес. Лучше покайтесь. Лучше откройте свои сердечки. Иоанн за свою любовь пострадал, голову отдал. Потому что истинная любовь в этом мире не принимается. Почему? Она обличительная. Зачем отрубили голову Иоанна? Он Ирода обличал. Царя. Он даже не посмотрел на личность. Потому что любовь Божья, вот эта Агапа, она не лицемерная. Она не лукавая. Она прямая. И он говорил то, что есть. Говорил царю. Отрубили голову. За что? А это была любовь. Фактически убили любовь. Он ведь хотел, чтобы Ирод спасся. Чтобы Иродиада спаслась. Иначе не спасетесь, вы грешите. отрубить голову. И будем продолжать грешить спокойно. Чтобы никто нам не мешал. Вот что происходит. Иисус сказал об Иоанне Крестителе. И о себе очень интересно. Он говорит, ибо пришел Иоанн Креститель, ни хлеба не ест, ни вина не пьет, и говорите в нем бес. Пришел Сын Человеческий. Ест и пьет. И говорите, вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам. Не угодишь. Людям никогда не угодишь. Никогда нельзя ходить пред людьми. Поэтому и Павел сказал, от людей жду я. Тогда я не был бы рабом Христа. Никогда не угодишь людям. Надо угождать Господа. Поэтому сказано, ходите не пред людьми, а пред Господа. Любовь Агапы не умеет ходить пред людьми. Поймите. Если человек ищет твоего хорошего отношения к себе и являет якобы любовь. Это притворная любовь. Это лукавство. Как я хочу, чтобы вы это отличали и сами не делали. Одетая в лесть. Это любовь, одетая в лесть. Это удобную для слуха. Это одежда лести. Ее имеют лицемеры. она мягкая. Она мягкая. Как сказал Иисус? Он очень интересно сказал. На кого вы ходили смотреть, когда вы ходили смотреть на Иоанна? На человека ли в мягких одеждах? Вот он это имел в виду. Вы понимаете? На кого вы ходили смотреть? На человека в мягких одеждах? Духовно это и есть. Одетые в лесть. Нет. Вы ходили посмотреть на ангела посланного с небес, которого Бог послал, чтобы приготовить народ. Мягкости вы там не увидите. Там, где неправда, мягкость проявляться не может. Там, где грехи, не может проявляться мягкость, любовь будет обличать. Но зато она приведет вас в состояние небес. Зато она приведет вас в вечность. Перед вами ворота не закроются. Это сделает любовь. Если вы ее примете как любовь, если вы последуете за ней, если вы будете прислушиваться к ней, вас ожидают небеса. О чем хочет Господь? В чем Его любовь? Почему Он послал Сына Своего? Потому что хочет видеть вас в вечности. Но Сын Его пришел, тоже, говоря, как свет. Тоже не хотели Его. Было неудобно в Его присутствии творить беззаконие. Это Ему сказано, что Я не пришел судить. Иисус сказал, Я не пришел судить. Но что уже осудило, это Его присутствие. Он сказал, но свет, который пришел, Он сам обличает. Понимаете, Я не пришел судить. Но то, что Я пришел, уже осуждается. Кто-то прячется от этого света, а кто-то идет к свету. Суд сам происходит. Вы думаете, сегодня надо, чтобы кто-то вас судил. Хорошие мои, нет. Вы судитесь сами по отношению к свету. Идете вы к свету или не идете? Прячетесь вы от света? Или вы ходите, чтобы обличаемы были дела ваши? Уже суд происходит. Туда, когда вы придете, просто будет сказано, резюме. Но суд происходит сейчас. Сегодня. Бог видит сердечки. Понимаете, и как прекрасно, когда Он вами любуется. Как прекрасно, когда Он вас видит, что вы любите свет. Что вы идете к свету. Душевные ищут душевного. Духовные ищут духовного. Что вы ищете, что мы ищем, Бог видит, что мы ищем, то и приходит к нам. Кто ищет душевной любви, ищите ее в мире. Здесь духовная любовь, Агапе. Здесь Господь царствует. Здесь свет Его. Поэтому каждый, кто ищет любви, Агапе, иди к нему, иди к свету. Приходи, будь обличаем. И поправляй себя. Хочется сказать, попрать перочки на свету. Осветись, очистись. Осветись, стань святым, потому что Бог сказал, будьте святы, ибо Я свят. Будьте святы, как Я свят. Как прекрасно быть как Бог, свят. И Господь хочет привести нас в это состояние. И Он желает нам это. Он посылает сюда Слово. Каждый раз посылает сюда Слово. Для чего? Как по-вашему что? Мы просто так собираемся, чтобы проводить время. Это там проводят время. А сюда мы приходим, чтобы войти в Царство Божье. Мы сюда приходим пред лицо Господа. И я вам говорю, Он здесь живой. Я думаю, что многие из вас уже научились Его чувствовать, Его присутствие здесь. Насколько Он живой здесь. Стоит здесь. Смотрит на нас. Вы помните, как видел человек, как стоял он у жертвенника. И смотрел, кто кладет жертвы. Даже цветы зашевелились, помните? Здесь живой Бог. Он смотрит, как поклоняемся. И видит, главное, что Он насквозь. Не то, что мы вот так стоим. А мысли где-то. А Он видит мысли где-то. А вот у этих мыслей у моих ног. Они воистину мне поклоняются. А это тело поклоняется. Бог все видит, понимаете? Поэтому, мои дорогие, приходите сердцем. Ищите Слова Божьего. Когда вы дома, идете в церковь, говорите, Господь, скажи что-то мне лично. Что сегодня мне исправить? Что сегодня поправить мне? Что сегодня очистить? Идите с этим настроением. К свету идите. И вы будете слышать. И не забудьте поблагодарить. Спасибо, Господи. Спасибо, Ты не промолчал. Ты сказал мне еще что-то, что я могу изменить, что могу исправить. И тогда вы будете освящаться. Это и есть путь освящения. Любовь к нам послана в заповедях Его. Для чего? Чтобы сохранить нас. От зла этого мира, от греха этого мира, от распада. Соблюдайте заповеди. Написано, кто любит меня, соблюдает заповеди. Божьи, это любовь к нам. Поэтому соблюдите заповеди Его. Живите в Его заповеди. И будете жить вечно. Я вас благословляю, Моя Божьей. Благословляю на это. Благословляю на это. Благословляю на это. Благословляю на это.